Добрый день. Сегодня у нас выступает Елена Долгина. Ее доклад называется «Робототехника в медицине». Пожалуйста, Елена. Спасибо. Добрый день всем. Прекрасного солнечного дня и хорошего настроения. Все вы знаете, насколько нанотехнология вошла в нашу жизнь во все абсолютно сферы. Но сегодня я хочу поговорить о конкретном производстве роботов, то есть робототехника. Какое место она занимает в медицине. И я должна сказать, что идея этого сообщения, это сообщение, не доклад, идея этого сообщения принадлежит Александру Берлину. Так что мы можем его тихонько вспомнить. Так вот, по робототехнике первое место на сегодня занимает Япония, потом Китай и Корея. Но Китай занимает сейчас первое место по мировым поставкам роботов за счет использования 32% электронной промышленности. Северная Америка сейчас тоже выходит, доминирует на рынке за счет, она выдает как бы 45%. То есть на рынке производство сервисных роботов составляет 83% профессиональной сервисной робототехники. Сюда включается оборонный сектор, строительный, медицина, автономный. Ну, в армии вы знаете, как в оборудовании армейском, так и по выведению раненых с поля битвы участвуют роботы в основном. И всем вам известны беспилотные летательные аппараты. На сегодняшний день расходы на робототехнику составляют более 180 миллиардов долларов. В медицине 4,5 миллиарда. Но планируется повысить эту цифру в медицине до 12 к 25 году. Теперь конкретно, что же такое робототехника в медицине? Это робот, который используется для лечения, для вспомогательной помощи пациентам в больницах, для диагностики. Включается интеллектуальное развитие, если можно так назвать, робота, который может планировать программу и работу. То есть на сегодняшний день каковы направления роботов? Три направления. Это реабилитационное, восстановление всех функций после операции или какого-то консервативного лечения. Это роботосервисное, которое помогает решать задачи на сегодняшний день по любым вопросам. Ну и клиническое, сюда входит и диагностика, и лечение, и так далее. Следующий, пожалуйста, слайд. Виталийс. Значит, для работы роботов необходим какой-то товарищ, которого называют оператор, который должен быть специалистом высокого класса. То есть специалист, который программирует, настраивает работу всех видов роботов, осуществляет обучение врачей и медицинского персонала, как нужно работать с роботами, отвечает за пересбойное функционирование роботов, потому что сейчас возможна работа роботов на большом расстоянии от контроля со стороны врача. Этот специалист устанавливает мониторинг состояния работы на основе информации, которые получаются с датчиков, оценивается работа оперативной системы, включающей планирование, прогнозирование действий робота в соответствии с задачами и, конечно, построение моделей конкретных, индивидуальных роботов. Заложено также в роботах написание программного кода и как это загружается в устройство. Ну и, как я уже сказала, обслуживание робота, оператор должен разбираться в математике, информатике, электронике, механике, программном обеспечении и, конечно, в принципах искусственного интеллекта. Следующий, пожалуйста. Каков объем работы роботов? То есть вот роботы разделяются как бы на виды в зависимости от их рабочей способности. То есть есть роботы, первая группа, которая обеспечивает доставку в больницы. Конкретно я сейчас о каждом расскажу. Дальше мобильные роботы, которые помогают и пациентам, и медицинскому обслуживанию, медицинским работникам, реабилитационные роботы, которые восстанавливают функции органов после лечения или после операции. Роботы, которые представляют у себя медицинских сестер, выполняют работу медицинских, ну, рутинные работы, которые уже как бы осмысливать не нужно, в течение дня совершается одно и то же. Клинические роботы, которые уже помогают непосредственно врачам, врачи без них как бы не могут. И роботы, как учитель, обучающие медицинский персонал. Ну и медицинские роботы, в чем их преимущество и достижение, что они способны на неинвазивные процедуры, то есть не разрушают здоровые ткани, что обеспечивает повышение долгосрочной выживаемости. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, ну вот первый, как я вам назвала, какие виды, теперь конкретно по каждому. Мобильный робот. Что это такое? Это автономная транспортная беспилотная система, работающая от батарейки. Сюда же можно отнести и интеллектуальный робот, то есть как бы высшего порядка робот. Почему? Потому что он способен сам решать проблемы на реальную ситуацию. Поэтому его назвали так интеллектуальный робот. Он может программу сам выставить, он может изменять абсолютно любую обстановку или какие-то препятствия, которые возникли на пути. Отвечает за доставку лекарств. Это тоже интеллектуальный робот, потому что нужно доставить лекарства конкретно, по конкретному пациенту, не перепутав эти лекарства. Вот. Также очень важно, что продукты переводят в изолированную зону, переработка одежды, медицинских отходов и обладает мозгом как бы диспетчера. То есть, что значит диспетчер? Независимо от человека этот робот может закрыть, открыть двери, поднять пациента на лифте и любые функции заряжать. Ну и, конечно, очень необходимость большая в роботе. Почему? Потому что он, независимо от медицинского работника, может дезинфицировать абсолютно все, и операционный блок, и палаты, за счет того, что в него включена ультрафиолетовая лампа. И интеллектуальный робот способен еще включать функцию удаленной голосовой и видеосвязи, как я уже сказала, в реальном времени. То есть робот общается и с медсестрами, и с врачами, и с пациентами. И робот, мобильный робот, в основном его задача – это перемещение парализованных и неподвижных пациентов. Следующий, пожалуйста. Реабитационный робот. Но это вообще высшего класса робот, потому что он представляет из себя комбинацию промышленного и медицинского. Ну, например, я вам потом фотографию покажу. Он выполняет многие мероприятия. Например, интеллектуальная инвалидная коляска. То есть не только передвигает пациента, но она обеспечена протезом или роботом рукой. Эта рука может дотянуться до любой полки, до любого, исключая любое препятствие, может помочь пациенту достать что-то и передать ему в руки. Но это также основное, что протезы, о них я тоже сейчас расскажу. Вот протезы, их обеспечение связано с разработкой биомеханики, электроники и информации. Информатики, извините. Ну, и робот-медсестра, как я уже сказала, это полностью, этот робот замещает медсестру, потому что он может делать все и раздать лекарства, и сделать уколы, и померить температуру, и поговорить с пациентом. То есть робот имеет способность видеть, слышать и ухаживать за больными. Ну, и робот, как я уже сказала, обучающий и медперсонал, и студентов вуза. Для этого существуют манекены, как имитация больного. На них идет обработка навыков, оказание первой помощи, скорой помощи, обработка новорожденного, принятие родов, установка капельниц. Я вам на фотографии это все покажу. Следующий, пожалуйста. Следующий у нас клинический робот. Клинический робот осуществляет как терапевтическую, так и диагностическую, так и, очень важно, хирургическую. Выполнение точных задач на нем. Ну, например, операция на позвоночнике в нейрохирургии. Значит, робот что? Он может взять те нужные иглы, которые необходимы для обработки тканей. Он должен удерживать и передвигать инструменты, компоненты имплантов, передвигать вместо установки винтов для декомпрессионной операции. И этим самым достигается малоинвазивное вмешательство, потому что робот входит, разрез у него очень мелкий, ну, размер, может быть, с монету даже меньше. То есть, химпатизация здоровой ткани. И поэтому наступает быстрое восстановление функций органа. Это то, что не подвластно человеку, понимаете? Ну, и, конечно, клинический робот осуществляет, как я уже говорила, это выполняет повторяющиеся действия, как бы для медсестры это рутинные уже действия, зачем она нужна. Поэтому робот может осуществлять забор крови, изменение температуры, какие-то гигиенические процедуры. Вот, что тоже очень важно. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий, значит, у нас с вами надо посмотреть роботы, которые осуществляют, ну, я уже сказала, роботы, которые должны осуществлять санитарную обработку, палат, операционного блока. В течение 20 минут происходит санитарная обработка за счет включения импульсивного ксенонового света. Я не физик, извиняюсь, не знаю, что это за свет. Может, кто-то из вас расскажет. И очень важно, что робот помогает, особенно сейчас вот была эта пандемия, это очень важно, помогает в автоматизации лабораторной службы, то есть увеличивает скорость выполнения анализов. Два робота, один перемещает пробирку в сканер, другой в центрифугу, и 8 пробирок в одну минуту. То есть за день с помощью робота можно осуществить до 3000 образцов в день. Следующая процедура очень важна, тоже помощь большая от робота, это эндоскопия. Эндоскопию, то есть, ну, вы, наверное, знаете, да, что это такое. То есть нужно пройти, ну, зондирование желудочно-кишечного тракта, желудка делает это врач обычно. В данном случае робот входит в желудочно-кишечный тракт, да, пациент, но дистанционно управляется врачом. Врачом все видит и управляет этим роботом. Значит, этот робот может взять кусочек материала для биопсии. Если он видит какую-то рану, он может осуществить прижигание этой раны. Существует также робот в виде капсулы. То есть капсулу дают проглотить больному. Она, это диагностическая таблетка, ее еще называют, она проходит через весь желудочно-кишечный тракт, и все, что там происходит, регистрируется, передается на сканер компьютера. И в этом заключается совершенно точное определение, во-первых, патологический очаг, где он располагается, каков его объем, сколько он занимает места и где, и характер поражения. То есть вот это вот совершенно точная диагностика осуществляется с помощью вот этой диагностической таблетки. Следующий, пожалуйста. Дальше робот, который работает в послеоперационный период или после каких-то травм. Значит, робот в виде экзоскелета. Создается вот такой робот-экзоскелет, что представляет из себя механическую конструкцию, которая одевается на тело больного для восстановления непрерывной подвижности рук и ног путем создания неврологического пути для работы мышц за счет датчиков. То есть, ну, и этот экзоскелет, если действительно утрачены конечности, человек носит всегда, не снимая. Вот. Так вот, датчики расположены на коже. Электрические импульсы считываются и передаются в соответствии с определенными центрами в мозг. На голову одевается тоже своего рода датчик. Вот такая идет передача от мишени, как говорится, да, от органа по электронной связи идет в мозг. Оттуда по типу обратной связи мозг дает сигнал, который подается на мышцы и происходит движение. Робот осуществляет все это при помощи приводов, которые называются, я тоже не знаю, что это такое, соленоиды в качестве актуаторов. То есть, они представляют из себя электродвигатели, снабженные гидравлической и пневматической системами, которая работает на основе сжатых газов. Источник питания приводов идет от батарейки или розетки через электрическую цепь. И эта электрическая цепь включает поршни, которые заставляют двигаться конечностям. Все это, как я уже сказала, передается на компьютер. Компьютер все это объединяет, продумывает, созревает, как там нужно поступить, и по типу обратной связи происходит движение за счет светодиодного луча. То есть, считывание в компьютер идет через светодиодный луч. И опять же, врач дистанционно управляет этим роботом с помощью провода радиоинфракрасных сигналов. Следующий, пожалуйста, слайд. И, значит, различают еще роботоманипуляторы. То есть, в руках врача робот как марионетка. И он, вот как в кукольном театре, да, он движет этим роботом. Значит, эти манипуляторы роботы выполняют оперативно, помогают хирургам выполнять оперативные вмешательства в различных областях абсолютно и на любом расстоянии. Создан, по-моему, американский, только забыла откуда, из какого университета, создана система, роботизированная система Ля Винци. Управляемая она по выделенному оптоволоконному каналу. То есть, робот оперирует за счет разреза, мелкие разрезы или проколы. И через... В это время хирург сидит в другом отделении перед компьютером. Он снабжен очками. Очки представляют собой окуляры стереоэндоскопа высокого разрешения. У него соответствующие перчатки, с помощью которых можно устранить дрожание рук хирурга. И хирург на отдаленном расстоянии, описано даже, я читала в интернете, операции, которые проводились между роботом и врачом, хирургом, было расстояние до 7 тысяч километров. Вот такие чудеса, представляете? Вот. Так вот, значит, врач с помощью виртуальной этой реальности через очки видит происходящее, что творится в операционном поле. Манипуляторы, роботы повторяют движение хирурга, сглаживая, как я уже сказала, вибрацию рук хирурга. И что очень важно и недоступно хирургу, это восстановление проходимости сосудов на значительном протяжении. Если хирург может освободить сосуд, ну, не знаю, от тромбы или от бляшки, от расклеротической, где-то вместе, ну, на большом расстоянии от входа в эту рану, то с помощью робота проходимость сосуда восстанавливается на большом протяжении, на значительном протяжении от места хирургического доступа. Дальше с помощью интеллектуального робота, то есть который снабжен искусственным интеллектом, идет большая помощь онкологу. То есть почему-то он такой умный, потому что он самостоятельно, этот робот, изучает источники информации. То есть в робота врач вкладывает в его память несколько историй, а это может доходить до 605 тысяч документов. Он вводит в робота, и тот правильно анализирует и диагностирует. Вот это очень интересно. Эта вот работа такая осуществляется. Следующий, пожалуйста. Это я уже говорю как бы следующий слайд о достижениях робота и отличия от человека. Ну и, как я уже сказала, нанотехнология, она вперед уже давно-давно шагает у нас, да, во всех сферах. Так вот, в данном случае в медицине есть нанороботы, на фотографии я вам сейчас покажу, с помощью которых идет доставка лечебных средств непосредственно в органы, непосредственно в орган, который нужно лечить, или это опухоль какая-то. Вот, проникновение осуществляется как внутривенно, так и перорально. Ну и, как я уже сказала, обязательно идет дистанционное управление. Следующий этап нанотехнологии – это радиотерапия, радиохирургия. То есть источник рентгеновского… То есть сначала человека соперировали, потом проводится облучение, да. Источник рентгеновского излучения устанавливается на руке робота и достигается точная доза облучения. Точечная непосредственно опухоли идет та доза, которая рассчитывается на конкретного больного. Ну и, конечно, заслуга еще какая в помощи врачу. Это робот-диагност, диагностикой которой занимается, включает в себя комплекс оборудования. Располагается это оборудование относительно стола, под разными углами, они могут вращаться, на фотографии вы тоже посмотрите, вращаться вокруг пациента, пациента при этом двигать не надо, никуда его не надо поворачивать. Ну и существуют еще роботы-консультанты, которые без обращения к медсестре или там в диспетчерскую, они способны принимать звонки от пациентов, записывать их на прием, перемещать их в клинику, перемещать их по коридору, лифтам и так далее, на территории госпиталя. Ну и существуют роботы, которые поддерживают пациента эмоционально, создают комфорт такой, напоминают о приеме лекарств. Следующий, пожалуйста, слайд. И очень достопримечательно заметить, это роботы-протезы. Вот робот-протез, который также устанавливается постоянно для восстановления функции утраченной конечности, постоянное ношение. Крепится этот протез в кости и управляется с помощью двунаправленных интерфейсов, подключенных к нервно-мышечной системе, то есть с помощью электродов, имплантированных в нервы и мышцы. Система управления построена на датчиках, которые реагируют на импульсы, и при этом нервы сращиваются проводами протеза, и за счет этого импульс направляется через мозговые структуры, для этого на голове помещают такой оботок, тоже как датчик, который считывает импульсы. И происходит движение руки не просто, протез есть протезом, но это движение осуществляется как бы мысленно. Пациент захотел поднять руку, и с помощью робота он эту руку поднимает. то есть сигнал, преобразованный в электричество, передается на моторчик протеза. И существует еще робот-3D-принтер, который печатает биологические ткани. В основном это пользуются этим стоматологи, дантисты. Но сейчас, надо сказать, существует еще вот этот 3D-принтер, который может создать биологический образ клапана для сердца. То есть создается конкретно к определенному больному биологически вот такой вот печатный соответствующий орган, потом он производится и вводится непосредственно в сердце. Виталий, наверное, это все, да? По слайдам. Да, видимо, по слайдам всем. Все, тогда давайте посмотрим, покажем, да, Виталий? Покажем фотографии. Да. Сейчас. Это первая фотография, да? Это первая. Сейчас, одну секунду. А может быть, нет. Одну секундочку. Сейчас, это не первая, оказывается. Вот первая фотография. Вот это как раз то, что я говорил, это наночастица, она запущена, этот робот, микроробот такой, вы видите, да? Это показан сосуд, кровеносный сосуд. Вот такой робот входит туда, там он раскрывает капсулу, что ли, как бы, и выходит лекарство, лекарство, которое распространяется в сосудистом русле и идет. Там уже программа заведена, потому что я не сказала, наверное, что, ну, сейчас скажу, программу уже в памяти робота, и он конкретно идет через кровеносные русла к конкретному органу. Следующие фотографии. Летай. Я пытаюсь, она... С этой ночью. Вот это здесь, следующий. Все сработано. Вот это вот робот, который как бы создает, как я уже говорила, такой эмоциональный настрой для больного. Вот тут, видите, лежачий больной, структуру робота в виде, ну, как аппарата, что ли, да? И вот он, типа, рук таких, да, вот он ему предоставляет, видите, там, бутылочку с водой. Потому что больной этот не двигается. А сам аппарат может передвигаться, заехать в эту сторону, в другую сторону и дать больному то, способность, вернее, создать больному, дотянуться до предмета, который ему необходим. Следующая фотография. То есть это вот помощь пациентам. Вот это вот интеллектуальный как раз, не пугайтесь, да, страшно смотреть. Вот, но это вот интеллектуальный робот снабжен искусственным интеллектом. Видите, сколько там проводов, вот. И в эту голову уже, голову робота, вложена память. То есть не просто вот ему создали, что он там должен руку, ногу поднимать или там передвигаться по коридору и так далее. Но это у него остается в памяти, как бы в голове, как мы с вами помним, да, что у нас было. Вот эта память сохраняется, и поэтому он может реагировать на любые какие-то нарушения. Вот у него есть программа, вот он должен ехать, идет, допустим, по коридору, и какое-то там препятствие. Для него это не проблема, потому что у него заложено в памяти, как ему двигаться. И ничего его не пугается, если можно применить такое слово к роботу. Вот, поэтому вот эта вот масса там всяких электронных проводов, и что только такое, нет. Но это все равно, конечно, идет управление дистанционное. Следующий, пожалуйста, фотографию. Видно, проскочил, наверное, да? Да, там вот очень я хотела показать. А до этого нету? Нет, это следующее. Ну, хорошо. Значит, это вот процесс, это операционный блок. Больной лежит на столе, на операционном. И, ну, вы, наверное, все знаете, все люди грамотные, что когда оперируют человека, то около него стоят пять человек, пять хирургов. Один дает наркоз, другой открывает рану, третий это расширителем держит эту рану там, где нужно, третий промывает эту рану. Ну, короче, очень много действий совершается. В данном случае вот здесь как бы руки хирурга в виде вот этих проводков. Видите, тут три аппарата получается, да? И вот они минимальные, создали совершенно минимальные. Вот это, я понимаю, так справа, это отсос, наверное, идет вытяжка. Видите, даже видно там, жидкость идет из полости. Вот, и дальше идет такой вот основной, видимо, объем, вот небольшой, вот эта средняя трубочка дает конкретный разрез. Следующий, пожалуйста. Ну, это тоже, значит, это робот, который здесь уже лечит нехирургическим путем. Сейчас там еще есть хорошие фотографии, вы посмотрите. Это идет, видите, как бы два робота дают, скорее, для диагностики. Они дают, определяют место поражения с помощью лучей. С помощью лучей. Так, следующее. Так, это робот, который тоже, видите, у него очень много приспособлений. Есть и с помощью чего он, вот тут пинцет вот впереди, видите, слева пинцет и справа пинцет. И, то есть, можно что-то разрезать, вытащить то, что там нужно или не нужно, да. И вот эти трубочки, с помощью которого можно очистить операционное тело, рану, извиняюсь. Следующее. А это вот как раз наночастицы, вот этот робот справа вот такой, да, вот лучом он входит, конкретно входит в орган мишени или там в опухоль или какой-то патологический очаг и пробуравливает буквально вот этим световым лучом место, куда за счет этих проводов дальше уже входит туда лекарственное средство. Следующее, пожалуйста. Ну, это дантист тоже, ведь когда вы, конечно, все посещали этого врача ужасного, вот. Вот, но вы видели, там, сестра держит одно, отсасывает, вот внизу вот эта трубка, которая отсасывает эту жидкость. В общем, много тоже нужно движений, много людей вокруг. А здесь вот все это выполняет, поддерживает и даже справа, видите, он даже сверлит сверло, вот это вот справа идет сверло. То есть, а врач или рядом стоит, или он дистанционно, может быть, в другой комнате и направляет эти движения. Следующее. Что же мы пропустили? Такой был хороший у меня фотография. Так, ну это тоже как бы помощь для пациента. То есть, вот он, этот робот, разговаривает. Сначала он ей принес чашку с водой, да, а теперь он с ней просто беседует. И тут, видимо, как экран какого-то типа телевизора или что, и они могут общаться через этот экран. Или бывает голосовой. То есть, робот разговаривает как, ну, человек с человеческим голосом. Потому что это все в памяти заложено. Следующая фотография. Так, а вот это вот робот, который совершает, ну, типа массажа, что ли. Но он, в отличие от руки хирурга, не хирурга, а массажиста, обладает способностью глубоко пройти. Видите, тут поясница, поясница спиной, канал спинного мозга. И он такими гладкими. Там еще видео получится или нет? У меня следующее есть еще видео. Вот. То есть, это, короче, массажер. Робот-массажер. Как помощник. Ну, с большей силой, наверное, с большей точностью, чем руки массажиста. Следующий, Виталик. Это видео не получается. Ну, ладно тогда. Ну, тут показан вот тоже это массаж, но производится даже не снимая одежды. Там видео было все. Ну, не получается видео. Ну, хорошо. То есть, он идет по всей спине, короче, если видео посмотреть. Следующие. Так, это тоже помощник. Вот тут ребенок, да, и вот забавляет его. Робот там смеется, шутит, сказки рассказывает. А больная девочка тут лежит. Она не может двигаться. У нее, видимо, спина больная в таком кресле. Вот. Следующие. Так, а это вот непосредственно уже операция. Вы видите, тут управляются три насадки, что ли, как сказать. Три робота, да? Три робота. Вот один вошел в одну сторону. То есть, это идет как бы нет разреза, как хирург делает на большом расстоянии разреза. А это точечные разрезы. Точечные разрезы. И они тут осуществляются вот в двух местах. Эти точечные разрезы очень минимальные, потому что тоненькое вот это вот стержень этого робота. И дистанционно управляет этим, конечно, врач. И он наблюдает, как что туда прошло. Следующее. Вот как раз вот видите, вот то, что мы видели с вами, вот напрямую вот это оперирующий робот в виде трех как бы заменяющих людей, да? И рядом сидит, видите, хирург. У него там очки. Он смотрит в компьютер. И руками, видите, у него руки двигаются. И руками он, как куклы, как робот-марионетка, да? Он управляет движениями этого робота. То есть разрезали дальше, что там нужно, отсосать что-то, внести или отрезать, или зашить потом и так далее. Это уже дистанционно управляет так хирург в операционном блоке. Следующее. А то, что вот я вам говорила, вот это очень умное, интеллектуальное кресло-каталка, которое, помимо того, что она прекрасно может двигаться в любом направлении, и вверх, и вниз, и так далее, и так далее, и по лестнице, по-моему, даже... Но она имеется еще вот такую как бы руку, да? Вот если человек сидит или вообще, не дай бог, без рук, да? Или болят у него руки, не знаю. Короче, он не может дотянуться. Так вот, ему в помощь вот этот робот протягивает свою руку, как бы, да? И забирает там высоко полка, допустим. Если человек один, и ухода рядом никого с ним нет, то вот это как раз очень хороший помощник. Следующее. Вот это замечательно. Это протезы, то, о чем я говорила. Значит, они одеваются, вот в данном случае, на ногу одеваются. И перемещение импульсов идет от датчика, вот тут на коленке этот датчик, да? И осуществляется движение. В данном случае вот идет как бы клиническое испытание, можно сказать, да? Или проверка, то есть насколько этот робот способен помочь этому пациенту. Дальше. Так, ну это тоже робот-помощник. Вот, видите, он забирает у медсестры или у кого, у повара. Там чашки у него стоят и так далее. И теперь он пойдет в палату и принесет это тому, кому нужно. Вот это такой робот-помощник пациенту по уходу за пациентом. Следующее. Это тоже дантист, но тут вообще робот в виде человека даже, видите? И в данном случае он... Тампон у него какой-то, то есть это уже проводится, может быть, даже имплантант вводится. То есть это уже интеллектуальный такой робот. Робот в образе даже человека. Так, следующее. Это тоже как бы помощник. Вот кормящая мама, да? И с помощью дисплея на телеэкране они обсуждают, видимо, как нужно, что нужно делать с ребенком. И ручка вот ребенка лежит, видите, на руке этого робота. То есть это робот-помощник. Робот-помощник, и женщине медсестра, и, может, и не нужна, или какая-то сиделка. А вот эту роль выполняет этот робот. Следующее. Так, это вот то, что я вам говорила, робот-учитель. Вот здесь в качестве манекена используется манекен беременной женщины. И медперсонал, в данном случае акушерка, да, учится, как принимать роды. И потом, как ухаживать, как обработать ребенка при рождении. Этому обучаются и акушеры, и врач-акушер, и могут также это делать, и уже там шестикурсники, то есть студенты, короче, вуза. Так, следующее. Вот это обучающий робот. Пример. Например, здесь тоже, видите, тут даже два хирурга, два хирурга, то есть за роботом в какой-то степени наблюдает и медсестра, вот она рядом стоит. Значит, это тоже уже готовое операционное поле, и там роботы в виде трех составляющих, и идет дистанционное управление. Вот видите, впереди экран, экран компьютера видно, да, и там уже четко видно, куда и что двигаются эти роботом-манипуляторы, что они осуществляют. И наблюдение идет хирургами, но не рядом с больным, а вот за компьютером. Следующее. Это, кстати, укорачивает сроки ведения операции, такая помощь. Так, а это вот протезы, видите, тут один протез на ноге, другой на руке. Биоплоттер называется. Используется в качестве изготовления компонентов индивидуального протеза руки. Использовали поликопролактон. То есть сейчас можно... То есть в чем достижение этих роботов? Они сокращают срок, во-первых, восстановления сустава и площадь убирания кости как бы на 30% они улучшают состояние костной ткани. Ткани снимается, роботом снимается меньше ткани, как рукой хирурга. Вот, поэтому вот этот вот новый материал, они постепенно, всегда улучшение идет по разработке этих материалов для суставов. Чтобы длительное ношение было сустава коленного или тазобедренного. Вот, и вот этот материал, он близок к хрящевой ткани, что улучшает движение конечности. И он становится более гибким. И подбирается все это, как я сказала, с помощью 3D-печати. Так, дальше, следующее. Так, это тоже манекен, но это как бы обучающий робот. Вот, здесь в виде и слева, и справа, видите, слева у нас головы не видно, справа видно. Вот, то есть это обучающий робот, он показывает, как нужно, в данном случае справа, как проверять зрачок, допустим, человек в коматозном состоянии, что он там еще жив, не жив, смотрит по зрачку. Вот, здесь показано, как это делается. Вот, и манекен такой используется для отработки приемов скорой помощи. Это робот обучающий. Так, следующее. Так, это робот-диагност. Вот, видите, значит, лежит больной, он не двигается, а вокруг него этот робот бегает. Видите, наверху, и он может по кругу бежать и так далее. То есть, таким образом идет сканирование соответствующего органа по конкретным размерам. И для этого никакой тут не рентгенолог, никто не нужен. Все это сразу копируется в памяти этого робота и потом передается на компьютер. Следующее. Так, ну, эта операция идет конкретно, видите, на мозге. Но здесь, как бы, это тоже показан манекен. Манекен, манекен, это не человек лежит, а манекен-робот. Вот, и показано, как производить нейрохирургическую операцию. И надо сказать, что срок этой операции с помощью робототехники снижается, сокращается до 50%. Следующее. Ну, это помощник медсестры, робот-медсестра, который вот может, видите, набрал шприц-раствор и может сделать укол. Внутримышечно или внутривенно, не важно. Это то, что у него в памяти заложено, так он и сделает. Следующее. Все, это следует. Ну, вот, или пропустили, или я виновата. Там была очень хорошая фотография, которая показана, помощь лечению. Нету первого или второго. Нельзя это проверить? Мы можем сейчас посмотреть. Первый или второй или третий. Вот в начале где-то я это включала. Это робот-помощник-онкологу. Пойдите по почте посмотреть. Я думаю, что это не было, скорее всего. Потому что у меня была последняя фотография, я ее первой дала. Ну, может быть, я что-то ошиблась. Короче, там помощь онкологу в чем заключается. Больной помещается, как штакетник, как это называется, полка такая. Он даже как бы висит в воздухе. И робот, робот над ним. И идут, ну, вы какую-то фотографию видели там, помните, два луча. От робота идут два луча. И вот робот выпускает этот луч, который непосредственно направляется в опухоль и убирает, уничтожает эти раковые клетки. Ну, значит, я пропустила. Ну, так будет, потому что, когда много, всегда что-нибудь я пропущу. Так что не было, скорее всего. Ну, хорошо, ладно. Ну, тогда все. Спасибо за внимание. Утомила вас, наверное. Ну, я не знаю, насколько там вопросы какие. Пожалуйста. Я просто познакомила вас, познакомила с возможностью помощи робота в медицине как помощники медицинских сотрудников. чтобы иметь представление. Хорошо. Сейчас Леня будет вести... Леня будет сейчас руководиться заданием вопросов, ответов. Леня, пожалуйста. Леня, я буду строго останавливать, чтобы не был, после пяти минут. Игорь, вопрос. Почему-то поднятый круг не видно. Игорь, вопрос. Ну, мое сообщение познавательное, как бы. Я дала вам знакомство, наличие роботов, их помощь в медицине. То есть, как бы, от меня это не идет как научный доклад. Я не знаю, какие тут возможные вопросы. Но, пожалуйста, постараюсь ответить. Игорь, вопрос, можно? А, да-да-да. Вопрос такой. Какой процент операций производится роботами, знаете ли вы? Процент в смысле объема или статистические данные существуют ли, да? Да. Но дело все в том, что вы же, наверное, поняли, с чего я начала. Это же очень денежный вопрос, понимаете? Насколько денежное обеспечение идет к какому-то госпиталю, и насколько они могут приобрести себе соответствующих робототехников. Это зависит от средств, наверное, в госпитале, от их участия в новой жизни, как бы, да, в медицине. Такого статистики такой нет. Статистика есть только по возможности улучшения быстрого восстановления больного, щадящий способ обработки органа или ткани или раны, то есть ускорение, ускорение процессов ведения операции, скажем, да, процент на 30, на 50 процентов, как я уже сейчас сказала, скорость операции уменьшается. На 30 процентов, если брать постановку коленного сустава, тазобедренного сустава, там же этот искусственный протез входит в сустав, и он должен прилипиться к ткани, хрящевой ткани, не только хрящевой, врасти, он должен врасти в этот сустав, иначе он отойдет и не будет работать. Так вот, с помощью робота что достигается? Что вот это вот вращение ускоряется за счет минимального слущивания ткани суставной. До 30 процентов уменьшается. А хирургам это очень как раз много вреда наносится, понимаете, рукой хирурга. Тут еще вещь, в чем достижение роботов. У них программа заложена. Они не имеют ни настроения, ни после праздника пришел хирург, у него руки дрожат. Это все исключается. Он не может совершить какую-то ошибку, понимаете, у него все запрограммировано. А человек – это человеческий фактор, очень важен в медицине. Поэтому вот это достижение, вот это робот-техники. А насколько, какой процент использования этих роботов? Ну, как я сказала, на первом месте, конечно, вы это и без меня знали, это Япония, безусловно. Ну, а Китай всегда у нас торгует во всех странах. Но вот Северная Америка сейчас тоже доминирует на рынке. И, как я уже сказала, денежные средства будут увеличены к 2025 году. Это значит, что в госпиталях будет увеличен процент использования роботов. Спасибо. Не вижу поднятых рук. Никто не интересуется? А, Адольф, пожалуйста. Адольф, пожалуйста. Адольф, включите, включите. Адольф, включите звук. Ладно, пока. Кто еще? Все, 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 включил. Доклад прекрасно оформлен и очень четко рассказаны важнейшие такие достижения современной техники. Вот за доклад большое спасибо. Вопрос такой. По снимкам видно, что почти все изображаемые люди – это японцы или китайцы. Это что, вы использовали какой-то готовый альманах вот этих или вот искали? А вот в других странах, похоже, вообще нет таких возможностей. Все фотографии я искала в разных местах, из разных источников. И вот, сожалею, что одной фотографии, видите, как-то я потеряла, которая просто очень интересная фотография, как помощь онкологу. Насчет того, что китайцы или кто это, я, честно говоря, не поняла, почему так решили. Потому что хирургов здесь на фотографии не видно, они все сидят в компьютере, их не видно. Нет, здесь минимум робототехники – это в России. Вот это минимум. А максимальное использование, естественно, это японцы, Китай, Корея. Но вот в Северной Америке, это я сейчас вам не скажу, какие Кембридж, и в Бостоне огромный комплекс, изучающий и применяющий роботов. В Америке сейчас это идет просто усиленные шаги такие в пользу использования роботов. Спасибо. Я в разных источниках. Акадий, вы следующие. В нулевом году, значит, 23 года назад, я был приглашен своим бывшим нашим аспирантом в Принстон, в клинику Принстона, в операционную, посмотреть операции. Я там провел весь день. В конце дня, значит, этот аспирант, а ныне резидент Принстонского университета, привел меня в такую большую операционную комнату. Стояли два прибора и сказал, что вот это новый прибор, только что утвержденный ФДА, и называется он робот-довинчи. И сделал он по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов. И идея была, что если во время космического полета кому-то из членов экипажа понадобится операция, то присутствующий в экипаже хирург сможет, так сказать, подготовить больного к операции, введя ему соответствующие манипуляторы в соответствующее место. А хирург на Земле сможет этими манипуляторами работать и выполнить операцию. Ну вот такой был замысел. Ну, действительно, позже я это прочел, и действительно такое вот начало этого сюжета было такого рода. Но этот аппарат появился не сразу. Сначала появилась роботизированная хирургическая система для нейрохирургии, потом для трансуретральной резекции простаты и удаления матки, потом для протезирования суставов, потом для проведения лапароскопии. И, наконец, я уже не перечисляю детали и годы, но к 2000 году сделали аппарат не японцы, не китайцы, а сделали это американцы. Аппарат «Довинчи», который работает, ну, таким образом он состоит из таких двух консолей, за одним сидит хирург, а второй стоит, значит, рядом с операционным столом, ну, и такая видеостойка. И хирург, значит, работает такими инструментами, такими джойстиками, а рабочая часть аппарата, которая у больного, она состоит из четырех участков. Это вот Лена показывала, значит, и там имеется четыре таких манипулятора. Один представляет видеокамеру, а три манипуляторы, которыми вот этот хирург работает. И операцию можно сделать сейчас из Бостона в Париже, можно ее теоретически на, так сказать, космическом корабле. И операции с помощью этого аппарата он стал монополистом, ему равных нет, американский «Довинчи». И вот ту цифру, которую я видел, я не знаю, от какого года, но из последних, значит, их в мире, по крайней мере, семь с половиной тысяч зафиксировано аппаратов, а количество операций 11 миллионов сделано. И более того, значит, есть такое мнение, что он или вообще они, эти аппараты заменят хирургов, и через какое-то время хирурги вообще руками не будут оперировать. Я в этом сомневаюсь очень, но то, что эти аппараты распространены, и при некоторых операциях, например, при раке простаты, почти исключительно выполняются, ну, теми клиниками, где они есть. Самое большое распространение их в Америке. И в Америке есть клиники, в которых пять этих аппаратов. На самом деле это не дешевый аппарат, он стоит от двух до трех миллионов долларов. И в отдаленных странах эти аппараты не везде есть, ну, а в развитых странах все уважающие себя клиники им пользуются. Я извиняюсь, вы уже семь минут. Семь минут. Значит, я хотел бы Лене сказать большое спасибо за очень интересное сообщение. Вот, я мог бы, наверное, говорить столько же времени, но основное она рассказала, а я вот немножко остановился на «Довинче». Спасибо. Спасибо за дополнение. Очень интересно. Мы уже перешли к обсуждению, да? Светлана, вы следующая? Можно мне вопрос? Тут не вижу. Меня не видно. Леня, вопрос можно? Лёля, вопрос. Наверное, можно, да. Я не знал, что мы перешли к обсуждению, но неважно. Можно говорить? Да. Лена, огромное спасибо. Фактически Лена показала нам на практике, как человечество уже вторгается не просто в микромир, а в наномир и оперирует там наноинструментами этого размера. А вопрос у меня такой. Вот если диагност робот делает диагноз какому-то конкретному человеку, вводится ли этому человеку, вводится ли роботу данные данного конкретного человека, потому что при одинаковом заболевании болевые реакции могут быть разные у разных людей, нервные реакции, то есть вводит, учитывается ли индивидуальные особенности данного индивидуума, когда робот ставит ему диагноз. Спасибо за вопрос. Это интересно, да, что-то я об этом не подумала. Но я что хочу сказать, что они разного же, если вы помните, я это старалась донести, роботы разные по своей механике, по своей электронике, по своему искусственному интеллекту, они разные. Поэтому есть упрощенные, что ли, образы роботов. Ну, например, все мы, может быть, кто-то из вас делали КТ, там, обычный даже рентген, там, или УЗИ, да? Это своего рода тоже упрощенный робот, упрощенный робот. И он не думает ни о чем. Он просто посмотрит орган, даст его размеры, объем и все. Вот. Но интеллектуальный робот, который наделен уже памятью, соответствующий действительно каждому индивидууму. Вот вы знаете, наверное, что сейчас есть и операторы, консультанты, я не знаю, вот сейчас в Америке я с этим столкнулась, даже мой сын этим занимается. Вот. Они направляют на конкретного больного по компьютерной системе, направляют. То есть датчик может сидеть, вернее, находиться на больном управлением в клинике, в госпитале. И если плохо стало больному, он прикладывает датчик к своему больному месту. Моментально все это идет в компьютер к врачу, и даже не нужно иметь рядом врача. Сам компьютер, вот этот, наделенный этой интеллектуальной памятью, он сам уже направит, даст план лечения. Также в отделениях реанимации все больные подключены проводами. Если кто-то был в реанимации, может быть, видели, там сам человек уже как робот, у него миллион этих проводов, соединяются с аппаратами соответствующими, и давлением, и какие компоненты в организме заложены. Поэтому здесь также врач может сидеть в ординаторской и кофе пить, да, а все, что изменилось в реанимации больному, стало хуже. Какая-то система у него дала, какие-то нарушения выявлены. Тут же через компьютер уже идет исправление, коррекция плана лечения. Уже один препарат может заменяться на другой, и потом уже врачу это может передаться в ту же ординаторскую, он может из нее не выходить. Он смотрит и у себя уже там где-то зафиксирует. Вот, то есть такое действительно существует. Вот это индивидуальный подбор робота, это совершенно точно бывает. Но и в основном, конечно, как я сказала, это в онкологии. В онкологии, когда, да даже и не в онкологии, есть же математические такие модели любого заболевания. Есть математическая модель, которая в роботе составляются определенные симптомы заболевания. Робот находит эти симптомы или не находит у больного и дает сразу диагноз. И даже не только диагноз, но может дать уже план лечения. Вот, то есть это зависит от заложенности того или иного количества интеллекта в виде искусственного интеллекта, в виде программирования. Это электроника. Но это возможно, если я ответила, не знаю, более-менее, да. Спасибо. Леня, если можно, но это уже не вопрос, правда, некоторые высказывали. Ну да, мы же перешли. А Светлана, Светлана, сначала. Да, можно? Да, хорошо. Я хочу сказать, что есть система передачи данных и есть система управления с помощью программируемых систем какими-то механическими манипуляциями. Система передачи данных называется телеметрическая система. И когда я уже 60 лет назад работала в организации, которая называлась СКТБ-биофизприбор, мы делали в числе просто медицинских приборов, таких как аудиометры, энцефалографы, делали еще для космоса телеметрические системы. И вот в нашу организацию приезжал космонавт Борис Егоров, врач по специальности, и по его техническому заданию мы делали тогда телеметрические системы не только для передачи данных о состоянии космонавтов на Землю, но и о помощи космонавтам, когда на борту нет врача. То есть уже тогда разрабатывались роботы в Советском Союзе. Поэтому говорить о том, что Советский Союз, а потом Россия безнадежно отстала, это не совсем правильно. И когда несколько лет назад на международной конференции Иосиф Рабкин как раз делал доклад о внедрении роботизации в медицине, он говорил и о достижениях российской науки. Ну и потом, мне кажется, некоторая путаница – программируемый робот и интеллектуальный робот, или оснащенный искусственным интеллектом. Большинство, а точнее почти все роботы до сих пор оснащены программой, определенной программой, в которую закладывается мозг, если можно так выразиться, этого робота. И от того, насколько совершенно разработан алгоритм этой программы, насколько большое количество сведений заложено, зависит эффективность робота. Потому что такие программируемые роботы, они просто осуществляют очень быстрый перебор каких-то знаний, каких-то диагнозов и так далее. А вот искусственный интеллект, он еще пока не на той стадии разработки, когда робот может сам себя перепрограммировать, создавать новые программы. Это уже, так сказать, достижение 21 века, и пока в медицине это практически не применяется. Вот что я хотела сказать. Тут есть определенная неточность, вызванная, очевидно, но недостатком, может, технической подготовки, инженерной подготовки, скажем так. Вот то, что я хотела сказать. Леня? Ну, следующее хотел я. Я просил, если можно, да? Да, конечно, можно. И вопросы. Значит, кратко. Мне думается, что у меня в руках некий, так сказать, робот, применительно к моему конкретному случаю. Я его попытаюсь показать. А случай такой, что уж секрет небольшой, что годы набежали, нервотрепки достаточно, и специалисты по сердцу сказали, ставить надо этот пейсмейкер. Ну, ладно, поупирался, а поставили. А потом, когда, значит, проделали операцию, сдали какую-то коробку, ну, видимо, не очень хорошо проинформировали. А потом проинформировали. Вот в руках у меня такой, как мне кажется, робот. Что он делает? Нажимаешь кнопочку, и тут, если это видно, слева набирается информация. Информация. Поскольку всего пять минут времени, а это будет больше, я быстренько расскажу. Набрал информацию, вот здесь зеленая. После этого он автоматически включает передатчик и передает туда, ну, на центр, где получает информацию. А меня вообще удивили, почему вы не передаете вначале. А они проинформировали, проинформировали. Оказывается, я теперь, как все-таки радиоинженер в прошлом, понимаю, что этот прибор накапливает информацию, которая излучает мое сердце, находясь недалеко от меня. А потом, оказывается, автоматически сам включается и передает им раз в неделю. Вот если я правильно все рассказал и уложился в пять минут, вы видите, как он работает. Я вынужден, подчиняясь регламенту, отключиться. Это, по-моему, вот робот в электронном виде, если я правильно понимаю. И причем они сказали, что если, не дай бог, что-то у вас случится не так, вот тогда мы поднимем нужную нам, врачам, тревогу. Все, спасибо за внимание. Спасибо вам за интереснейшее изложение сегодняшнего материала. Спасибо. Всего три минуты. О, надо было раньше сказать. Тогда бы я еще поговорил. Ну, неважно. Просто посмотрим. А, я выключил. Нет, кто хочет, тот может смотреть на этот прибор в действии. Это, по-моему, действительно робот. Правда ж? Да, но это как раз связь с тем, о чем я рассказывала. Сказала, связь пациента с врачом через вот эту электронную связь. Ну, да, а я просто показал на живом. Да, и вы этим прибором показываете врачу, что если что-то там не так, то тут же идет коррекция. Вот это самый прибор в опыту. Используя последние две минуты, они просто сказали мне, что если, ну, не дай бог, какие-то отклонения, тут же будет вам сигнал, и мы примем свои меры, как врачи. Вот так. Иллюстрация к тому, что я сказала. Спасибо. Спасибо вам большое. Игорь Ланшман. Пожалуйста, пожалуйста. Лена, дайте определение роботу. Что такое робот? Определение? Интересный вопрос. Но робот – это система, включающая в себя электронную, биохимию какую-то, биомеханику и элементы, принципы искусственного интеллекта. То есть это программирование, вот Светлана правильно сказала, что это программирование идет. Программа заложена в этот механизм, вот это и есть робот, это программированный, что ли, помощник, вот так, не знаю как. Официально, вот название, я нигде этого не читала, как его, я себе так понимаю, что это запрограммированное устройство. И в связи с различным их действием программа разная у каждого робота и направлена на какое-то определенное воздействие, на определенные действия. Ну, не знаю, ответила или нет. Вот Светлана сейчас может ответить, она все знает у нас. Окей. Ну, я хочу поблагодарить за блестящее изложение сообщения. Что я еще хочу отметить, что, насколько мне известно, Рабкин, академик Рабкин, это еще в начале, так сказать, роботов или чего это, как это называется, он изобрел, так сказать, способ операции, когда он привлек компьютера, компьютер к операционным действиям, то есть делали рентген и потом вводили в компьютер и потом на большом экране хирург очень точно мог видеть и делать операцию, что до этого нельзя было делать. То есть это, я считаю, это начало, так сказать, роботов в медицине. Спасибо за внимание. Я нисколько не умоляю Россию, уж как не, мне ли это не знать, когда я работала в науке в России. Это огромные достижения всех ученых России и в плане программирования, и в медицине применялись математические алгоритмы соответствующих заболеваний. Это мы все знаем. Я сказала только, что низкий уровень приобретения роботов, а то, что делаются роботы, уже ученики, даже я видела по интернету, школьники ходят на занятия, на какие-то, где трудотерапия, не знаю, как это называется, и они сами делают роботы. Любого, ну не любого, конечно, может быть, какие-то примитивные. То есть я нисколько, Светлана, извините, но я нисколько не умоляю достижения российских ученых. Вы что-то не поняли. Спасибо. Я ни в коем случае не пыталась вас оспорить. Я просто говорила о том, что я знаю на собственном опыте. А что такое робот, это очень просто. Это вообще от чешского слова работа или подневольный труд. А вообще-то это автоматические устройства, которые предназначены для осуществления различных механических манипуляций и действующие по определенной ранее завнаженной программе. Все очень просто. Что такое робот? Правильно. Спасибо. Как-то-нибудь. Я не вижу ничего, нет их рук. Аина? Аина, пожалуйста. Да, Сова. Да, спасибо. Но это скорее не вопрос, а как комментарий. Вот в докладе прозвучало по поводу того, где находятся центры развития роботов в медицине. В частности, упоминалась Северная Америка, но как бы мне показалось, что не прозвучало, что вообще-то центр развития робототехники в США – это как раз наш Бостон. И всеми вам… Я об этом говорила. Ну, извините, если не расслышала. Всем вам известны МАЙТИ. МАЙТИ, и вот я думаю, многие из вас видели, это было неоднократно в новостях, как они создают своих роботов. В частности, когда начался ковид, они, например, перепрограммировали своего робота-собаку, так называемого, его звали Спот, в робота-доктора, который на расстоянии, скажем, мог измерять, как они говорят, витлс, то есть вот температуру, еще какие-то показатели, поскольку вы сами знаете, как в ситуации с ковидом с этим было сложно. И они создают всевозможные виды медицинских роботов. Есть очень известная у нас в Бостоне организация Boston Dynamics, или Dynamics, и они создают как твердых, если можно так выразиться, роботов, так и мягких. Это вот как раз те роботы, которые позволяют проникать в организм и доставлять химические реагенты. Ну, вот в частности, это было в сообщении по поводу онкологии, да, что прицельно доставляют в органы. Вот надо сказать, что у нас в MIT в этом смысле очень далеко продвинулись, а также есть в коллаборации с MIT очень интересные опыты в Англии, как в самой Англии, так и в Ирландии. И, кроме того, вот это вдохновило сообщение посмотреть, создают и уже в ряде госпиталей госпиталей США внедрены так называемые роботы-медсестры, которые не только помогают какую-то рутинную работу, но также, как было написано, помогают и эмоциональным медсестрам, которые иногда, как говорят, выгорают на работе, слишком тяжелая работа, слишком много часов. И вот, в частности, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, еще где-то не знаю, как насчет наших бостонских госпиталей, но следует сказать, что за этим будущее. И, как уже было сказано, искусственный интеллект пока еще не в состоянии, безусловно, выполнять полностью какие-то врачебные функции. И если производится операция, они действительно идут и очень активно, то все равно хирург оперирует этим роботом. Это с помощью джойстиков. И, по-моему, вот Аркадий как раз упоминал о своем визите в Принстон. И это все, безусловно, развивается. Но все равно человеческий разум пока должен главенствовать. То есть, пока еще нет ситуации, что робот будет делать все от и до. Но это как небольшой комментарий. Спасибо. Кстати, очень коротенькое замечание. Вот Лев Ратманский показывал прибор, и там написано Boston Scientific. Это крупнейшая организация по созданию медицинской техники в Америке. Иосиф Раткин с руководителем этой фирмы был дружен, поскольку он создавал стенты. И когда он приехал в Америку, то он как раз немного общался. Он мне просто об этом рассказывал, насколько это разветвленная и очень интересная организация, которая буквально на переднем плане науки, прежде всего медицинской робототехники. Так что Льву досталось... Да-да, позвольте использовать одну минуту, может оставить. Действительно, это мое упущение. Это Boston Scientific Latitude Communicator. Использован в Бэйс-Исраэль-госпитале. Извините, что я не дополнил ссылки. Правильно. Ну, это не робот, это инструмент все-таки. Ну, все равно инструмент, это не робот. Ну, но довольно серьезный. Если он накапливает все время и передает, то там... Ну, вот это телеметрическая система. О чем я и говорила. Передача данных. Это просто инструмент, это не робот. Робот, я уже сказала, который осуществляет какие-то механические манипуляции руководствуют программой. А телеметрическая система передачи данных, это очень давно существует, это всего лишь передача данных для анализа врача. Что следующее? Женающих нет? А Акадий. Акадий. Акадий, да, пожалуйста, я не видел руки быстро. Вы хотели говорить? Аркадий? А я не могу включить. Включил. Включил. Значит, во-первых, разговор был с дистанционного, так сказать, управления, но практически создан он для одного, применяется он практически в прямом контакте, хотя бывают редкие случаи, значит, применения его там на расстоянии с другими городами, странами и так далее. Это первое. Второе, тот прибор, который я видел, это был один из первых, а может быть, даже первые. Но это уже мое личное достижение. Значит, это было вот начало, начало испытаний, испытаний этих приборов. И, наконец, для чего они нужны? Не было сказано, может быть. Значит, они дают очень точную локацию, они лишены недостатков человеческих рук, так сказать, неверное движение, дрожание, усталость и так далее, и так далее. Значит, они дают очень небольшой разрез, остается маленький рубец, они дают щадящие, очень щадящие манипуляции на тканях, малые кровопотери, ну, в общем, вот комплекс таких вот операционного набора, который имеет преимущество по сравнению с ручными, так сказать, видами операции. Вот, что я хотел добавить. Спасибо. Спасибо. Как-то не будет... Так что, последнее слово? Заключительное слово. Заключительное слово. Хорошо. Спасибо, что предоставили возможность мне поделиться с вами тем, что я успела проанализировать и найти соответствующую литературу, соответствующую фотографию. Было очень трудно найти эти фотографии. Вот, возможно, что-то я донесла не полностью, поскольку действительно я не обладаю никакими знаниями электроники, физики и так далее. То есть, короче, моя задача была вас познакомить с тем, что сейчас существует в медицине. Вот, так что, спасибо, что вы выслушали меня. Спасибо за те дополнения, которые были сделаны. Это очень интересная информация. Ну, и то, что дискуссия произошла, значит, все прошло нормально, как я думаю. Спасибо всем. Можно я скажу еще несколько слов? Я просто очень хочу поблагодарить Лену. Она нам дала, она как врач, она показала нам, где и что можно заменить. Она дала просто нам информацию, нам, не специалистам. и я очень благодарна, потому что Аркадий дополнил свое, то, что он видел. И я думаю, что войти в технические подробности ни Лене, ни нам тоже не удается, кроме нескольких людей, которые знают глубшего. Светлана, она делала эти приборы. Но я думаю, что то, что Лена нам рассказала, это такой обзор, и мы видим, в каком качестве эти роботы применяются, что они могут делать, и что в общем нас ждет. Так что спасибо огромное, Леночка. Спасибо за поддержку, спасибо за поддержку, потому что аналитическую работу, это не научный доклад, но информацию я провела, и я даже не читала то, что написано, а я дала уже свои аналитические результаты, донесла до слушателей. Это получилось замечательно. Это работа была. Спасибо. Спасибо. Все картинки, и все по пунктам, все замечательно. Спасибо. Спасибо. Виталик будет отключать запись? Да. Спасибо. Всего хорошего. Мы отключаем запись. кто-то хочет поговорить теперь, что сейчас есть время. Я хочу поговорить, если вы выключено. Сейчас отключусь. Спасибо.